Привет, с вами Каска. В этом видео вы узнаете, как слегка повысить FPS Valorant, а также избавиться от лагов и фризов. Долго вас задерживать не буду, попрошу лишь поставить большие пальцы вверх, если до сих пор этого не сделали, и подписаться на канал. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Ищешь где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на Windows 10, 11, может быть офис или вообще антивирус? Рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступные, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чистой лицензионной винды. Ссылочка на магазин с ключиками будет в описании. Первое, что мы делаем. Залетаем в Valorant, нажимаем настройки, переходим на вкладку видео, общее, режим монитора, ставим на весь экран. Разрешение. По соотношению к твоему монитору. Если у тебя 2К, оставляешь 2К, если Full HD, то оставляешь Full HD. Если ПК очень слабенький, можешь конечно же понизить на пару пунктов. Допустим у тебя Full HD, ставишь 1600 на 1200, либо 1680 на 1050. Тут уже смотри по ситуации. Если же нужно еще больше фпс, то есть просто легендарное разрешение, которое будет снять много кадров. Это 1280 на 720. Да, картинка ухудшается, глаза повылазят на орбиту, но тем не менее. Для слабых ПК это как одно из решений. Все остальное ставишь на свое усмотрение, кроме Nvidia Reflex Low Latency. Здесь нас интересует включить плюс буст. Для средних ПК ставим просто включить, для слабых конечно же отключить, потому что пару кадров, но кушает. Далее переходим на качество графики. Многопоточный рендеринг. Оставляем по дефолту на включить. Качество материалов. Ставим низкое. Качество текстур. Высокое. Детали. Среднее. Интерфейс. Низкое. Виньетка и вертикалка мы конечно же отключаем. Сглаживание. Я оставляю на 4х. Антизотропная фильтрация. 16х. Повышенная четкость. Включить. Бета повышенная резкость. Выключить. Орел и искажения оставляем включенным. А отбрасывание тени. Выключить. По настройкам для средних и выше ПК получается следующим образом. Средний ПК я имею ввиду в районе 2070 Super, либо 1080 Ti. Если у нас видеокарта слабенькая, к примеру 1070, 1060, то можем сделать следующее. Сглаживание поставить на нет, а не затропка. Тут смотри по ситуации. Сначала оставляй на 16х. Если все нормально, так и оставляй. Если нет, то ставь 8х. В основном два этих параметра. Потому что понижать нам уже более некуда. По сути можно конечно детали, но игра уже будет не так приятно глазу что ли. Текстуры нет смысла понижать особо, потому что в большинстве случаев на нормальных ПК текстуры никак не влияет на FPS. Ну и конечно же переходим на статистика. Здесь не забудь включить FPS клиента. Если у тебя нет до сих пор MSI Afterburner. Применяем все настройки и летим оптимизировать уже нашу систему. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте, с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. После того как настроили графику в самой игре, мы качаем архив по ссылке и описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть три папки, приложение MSI Mod и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Открываем схема питания команда. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду, нажимаем pkm, копировать, pkm на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем, закрываем, открываем ярлык схема питания, показа доп схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. Нажимаем pkm на Valorant, расположение файла, возвращаемся назад, открываем папку Valorant, Live, папка Shooter Game, Binarious, Win64 и опускаемся в самый низ. Находим Valorant, Win64, Shipping. Нажимаем pkm, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. Копируем путь к самому приложению, нажимаем pkm, копировать, в нашем архиве открываем аппаратное ускорение, далее обзор, вставляем наш скопированный путь, Enter и добавляем приложение Valorant. Далее параметры, ставим галочку на высокая производительность и сохранить. Если твоя система поддерживает аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. После всех этих настроек не забудь сделать перезагрузку своей системы. Нажимаем pkm на пуск, диспетчер устройств, находим системные устройства, далее опускаемся слегка вниз и нас интересует высокоточный таймер событий. Нажимаем pkm и отключить устройство. Теперь нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, настройки, переходим на создание клипов и нам нужно убедиться, что галочка на записывать в фоновом режиме отключена. Далее нажимаем закрыть и закрыть. Теперь нам нужно сделать настройку нашей видеокарты и слегка ее оптимизировать. Для этого открываем наш архив, настройка видеокарты. Здесь у нас есть три папки для разных видеокарт AMD, Intel и NVIDIA. Начнем с NVIDIA. Первый подпункт, драйвера. Залетаем на сайт, выбираем нашу систему и качаем последнюю версию видеодрайвера. Далее открываем NVIDIA драйвер settings и делаем настройки, так как указано у нас на картинках. Есть у нас видеокарта от AMD, откроем папку AMD Radeon и то же самое. Первый подпункт, залетаем на сайт, выбираем нашу систему и качаем последнюю, но только рекомендованную версию видеодрайвера. Далее делаем установку, minimal install, открываем AMD driver settings и делаем настройку по картиночкам. Это же касается и у кого встройка от Intel. Здесь есть картинки, делайте настройку. В нашем архиве открываем очистка, delete them files, выделяем все файлы, нажимаем shift, delete и да. Ставим галочку и продолжить. Возвращаемся назад, delete them files, выделяем все файлы, shift, delete и да. То что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, disk clean up, выбираем диск C, окей. Нажимаем на очистить системные файлы, снова выбираем диск C и окей. Ставим везде галочки и нажимаем окей. Находим MSI мод, нажимаем pkm, запуск от имени администратора, да. Ищем нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет выбираем high и нажимаем apply. Твики реестра. Открываем папку, здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Для вас я подготовил картинки, то есть как это все можно сделать для рукастых и красиво расписал. Ну а также если нет желания париться, допустим мы активировали, вот у нас есть файлики с дефолтным значением. Первые 2 файла реестра отключают xbox.dvr. Нажимаем pkm, слияние, game.dvr2.pkm и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаем 2 раза lkm, либо через enter. То и запускаем как обычное приложение, да-да и окей. Отзывчиваясь систему pkm, слияние, сетевой тротлинг pkm, слияние и системный приоритет тоже pkm и слияние. Открываем ярлык xbox game bar. Сам xbox мы конечно же отключаем. Переходим на игровой режим. Мы его оставляем по дефолту включенным. Далее записи. Все что здесь будет указано ставим на самое минимальное значение и отключаем. Переходим на главное, конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть 2 варианта. Отключаем все фоновые приложения, как это делаю я, либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Либо используем ну крайне-крайне редко. Такие как различные игры, скачанные с подписки xbox, сам xbox, xbox game bar, карты, камеры, калькулятор. Все это можно спокойно отключать. После всех этих настроек залетаем в Valorant и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.